В кратчайшие сроки учебный корпус школы-интерната «Кадетский корпус» преобразился до неузнаваемости. Реконструкция здания началась в феврале, а строители уже завершили почти все черновые работы. В ближайшее время, то есть до конца месяца мы планируем, как я ранее говорил, закрыть тепловой контур, финально закончить штукатурные черновые работы и начать чистовую отделку, которую нам необходимо закончить до конца, скажем так, июля месяца. Срок окончания работ запланирован на 1 сентября. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским посетили объект, чтобы проверить соблюдение сроков строительства. Уже невооруженным взглядом видны те изменения, которые происходят здесь в учреждении. То есть уже полностью, 100% выполнен монтаж инженерных сетей, выполнен монтаж оконных блоков. Соответственно, сейчас идет подготовка и устройство откосов. Помимо депутатов и сотрудников администрации, за ходом строительства внимательно следят родители и учителя. Мы очень рады. Постоянно сюда приезжаем, проверяем, как это все делается. На все вопросы нам всегда отвечают. И, в общем, все показывают и рассказывают. Если у нас есть какие-то замечания или предложения, это прямо на карандаше сразу решается. Учителя очень внимательно, ревниво даже относятся к своим кабинетам. Они неравнодушны, и меня это очень радует. Поэтому ждем 1 сентября с хорошим, оптимистичным настроением. И мы уверены, что будет замечательный праздник у нас. Здание учебного корпуса имеет богатую историю. В гражданскую войну здесь был приют для бездомных детей. После создали детский дом. А в 2009 году был учрежден первый в стране кадетский класс при Следственном комитете России. Уже совсем скоро здесь вновь начнутся уроки. И здание школы заполнится детьми. История совершит новый виток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова